добрый день продолжаем серию коротких видео шпаргалки по рисунку и прежде чем подойти к разделу с правилами перспектива нам необходимо выяснить что же такое линия горизонта для художника конечно же как вы наверно догадались это не линия где объединяется небо и земля давайте разбираться и так линию горизонта художники называют уровень глаз почему так по определению линия горизонта это уровень глаз художника уровень на котором находятся глаза художника относительно изображаемого объекта другими словами это линия которая показывает с какой высоты мы смотрим на предмет а теперь давайте наглядно будем разбираться что же это такое итак у нас с вами есть предмет простыми словами уровень глаз находится у художника посередине глаз вот представьте что это мои глаза и посередине проходит линия которая показывает уровень моих глаз и так опускаемся на предмет с высоты моих глаз вот здесь будет проходить уровень глаз то есть с этой точки зрения я смотрю на предмет на данный момент я смотрю на середину предмета меняем ситуацию дай представим что это я сижу например теперь я встаю что происходит я встала мои глаза поднялись вместе со мной и соответственно уровень глаз теперь находится вот здесь а мой объект который я хочу нарисовать стал ниже и когда это произошло что мы увидели нам открылась вот это вот поверхность объекта продолжаем теперь я хочу сесть на корточке то есть мой объект остается на своем месте я села на корточке вот мои глаза и уровень глаз теперь у меня находится здесь и здесь будет проходить линия горизонта что мы видим мы еще даже повыше поднимем мы видим то что у нас уже появляется нижняя часть донышко теперь давайте порисуем все это нам необходимо понимать для того чтобы предметы изображать правдиво правдоподобно итак мы рисуем с вами линию горизонта а точнее уровень глаз и самое элементарное на чем это хорошо видно это эллипсы или диски какие-нибудь и так если я смотрю прямо на диск мы его видим как ровную линию если я потихоньку начну вставать эллипсы будут раскрываться все больше и больше ну и соответственно если я буду присаживаться то я уже буду видеть обратную сторону эллипса и опять таки чем дальше от горизонта она у нас будет все больше и больше это нижняя часть давайте то же самое на кубика посмотрим вот наш линия горизонта и так мой кубик посерединке я его вижу вот так никаких ни нижних ни верхних сторон я не вижу я начинаю вставать не я начинаю видеть верхнюю площадку кубиком стою еще больше я вижу еще большую площадку кубиком подведем итоги благодаря линии горизонта мы можем передавать высоту с которой смотрим на предмет наш уровень глаз по отношению к изображаемому объекту